За прошедшую неделю сотрудниками Центра оперативного видеонаблюдения было выявлено 23 происшествия. Среди них 10 нарушений правил торговли, 11 нарушений правил дорожного движения и 2 распития спиртных напитков в общественных местах. По всем происшествиям было сообщено в дежурную часть полиции. Это сухие цифры статистики, которые мы каждую неделю получаем из единого Центра видеонаблюдения. Но за ними стоят реальные люди, которые попадают в ДТП, содействуют процветанию уличной торговли, а еще, невзирая на правила поведения в общественных местах, нарушают закон, распевая во дворах и на детских площадках. Теперь разберем подробно все эти ситуации. В лидерах дорожно-транспортные происшествия. Их больше всего произошло в период с 16 по 23 октября. Если проанализировать причины аварий, то можно смело сказать, что наши автомобилисты по-прежнему пренебрегают правилами движения на круговых развязках и не соблюдают скоростной режим. У памятника Матищинскому водопроводу несколько таких случаев зафиксированы в разные дни. У торгового центра «Альта» на Олимпийском проспекте и пересечении с Волковским шоссе такая же картина. А еще на перекрестках, к примеру, улицы Мира и Летная, судя по этим кадрам, автомобилю сильно досталось. Благо, что сотрудники автоинспекции оперативно прибыли на место и дотолкали железного коня, попавшего в ДТП, до пункта назначения. На втором месте статистики – несанкционированная торговля, которую изо дня в день можно наблюдать на привокзальной площади станции Матищи. На дрессированные сотрудниками полиции продавцы за считанные секунды как раскладывают товар перед покупателем, так и собирают его, завидев людей в форме. Не спешат разбегаться, пожалуй, только вот эти нарушители на детской площадке у дома 12А по улице Терешковой, давно полюбившиеся подобным личностям. Такую картину здесь можно наблюдать регулярно. А это редкий кадр. Синичка попала на видео. Вероятно, птичка приняла камеру за кормушку, но внимательно присмотревшись и поняв, что обедом здесь не разживешься, улетела дальше. Юлия Федориненко, Константин Химичев. Информационная программа «День». Субтитры создавал DimaTorzok